Мы не экспонируем. Насколько я понимаю, партия будет основана на движении, созданном вами в этом году. И это движение вы назвали антинеолиберальным социал-демократическим движением. Вы бы не могли расшифровать, что это значит? Да, антинеолиберальное движение, это значит движение против власти коммерческих банков. Это во всем мире, может быть, больше ясно, если мы говорим против Wall Street. Такие движения, которые идут против коммерческих... Оккупировать Wall Street? Да, оккупировать Wall Street. И это именно то движение, которое идет в противоположном направлении тому, что происходило в последние 40 лет во всем мире. В Латвии 20 лет, потому что мы были частью Советского Союза. И 40 лет происходит такая финансиализация государств и так далее. И мы видим, что даже коммерческие банки Латвии, которые не коммерческие банки Латвии, а коммерческие банки Скандинавии. И мы видим, как они практически стали центральным аппаратом планирования экономики. То есть, практически, как при Советском Союзе. И еще что они сделали, они обложили долгами общества. Планирование экономики вы имеете в виду? Какую именно экономику? Это же нормально, что в банках есть аналитики, которые каким-то образом составляют прогнозы на будущее? Это было бы нормально, если бы такие же аналитики и планирование происходило в правительстве. А там не происходит планирование? Нет, они же сами говорят, у них нет денег. А планировать могут только те, у которых есть деньги. То есть, они передали все планирование, центральное планирование, которому должно заниматься государство коммерческим банком. Вы говорите, что ваше движение похоже на движение «Оккупируй Уолл-стрит». Есть ли у вас какие-то формальные связи с какими-то международными организациями? Ну, дружественные связи. Пока что формальных нет. Нет, но у нас очень хорошие отношения спец. Это европейская социал-демократическая партия с социалистическим интернационалом. Ну, с теми традиционными партиями социал-демократов в мире и в Европе. Хорошо. Планируете ли вы какие-нибудь акции, похожие на «Оккупируй Уолл-стрит» в Латвии? Ну, акции... Ну, не знаю, «Оккупируй Светбанк» или как? Ну, мы... Ну, чтобы изменить политику в Латвии, да. Окей, нужны акции, с одной стороны, наше движение акциями тоже занималось. И будет заниматься, потому что движение остается, да. Партия это... Какие акции планируете? Не замещает движение, а будет новое. Но вот для этого мы делаем партию, да, чтобы активно строить и делать политику. Потому что, ну, движение — это хорошо, да. Но мы знаем, что, ну, вот такое правительство, которое может полагаться на банки, для нее такие акции, ну, практически, ну, она их даже не замечает, да. И они не замечают, что общество... А в чем связь между акциями и банками? Нет, ну, акции — это такое, ну, гражданское движение. Ну, это... ну, политическое движение может реально изменить, ну, законодательство, да. Потому что законы, которые пролоббированы Латвией коммерческими банками и, ну, вот, политиками, которые от них зависят, они препятствуют тому, чтобы вот этот переход на социально справедливое общество мог бы происходить, да. То есть, акциями — это должно быть законодательство, да. Акции, конечно, могут усилить, да, и приблизить такое законодательство. И, конечно, могут привлечь внимание избирателей, да. Скажите, а почему банкам, на ваш взгляд, невыгодно наличие социально справедливого общества? Ну, они хотят... Банки ведь заинтересованы в том, чтобы платежеспособных жителей страны было больше. Да. Да. Если бы они были в этом заинтересованы, то они бы не обложили все общество долгами, да. Потому что если общество обложено долгами, да, то оно не платежеспособно, да, и оно не способно развивать бизнесы, да. Для банков здесь, для коммерческих банков в Скандинавии важны ресурсы, да, важны ресурсы государства, да. Чтобы они могли бы вот всю землю, в которой они держат все имущество, да, они хотят, чтобы, ну, правительство продало, ну, государственные монополии, да, как телекомы и все такое. Это все лоббируется. Банки лоббируют продажу ла-телекома? Абсолютно, да. Это те, которые, ну, они, они, это, это вот, ну, как сказать, вертибус, да. Ценность. Ценность. Для банков нет ценности деньги, да, потому что деньги, они сами могут столько денег создать сколько угодно, да. Деньги для банков нет ценности. Для банков ценность только национальные ресурсы, это самое важное. Они не хотят, чтобы ты платил, ну, деньги каждый месяц, они хотят твой дом. Тогда, ну, вот привилегированные кредиторы и такие работодатели, ну, которые не очень, ну, в обществе заинтересованы в благосостоянии, они могут держать низкие зарплаты, да, потому что если есть много безработных, да, если государство говорит, мы сокращаем бюджет, да, но что значит сокращать бюджет? Государственный бюджет, это, ну, если там дефицит, да, тогда это накопление общества, частного общества. Если он сокращается, то накопление тоже сокращается, да, то есть это тогда долг общества. А что, на ваш взгляд, банки должны были бы сделать, если бы они придерживались социально ответственной политики? Простить все кредиты? Нет, банки никогда не будут это сами делать. Это делает всегда регулятор банков, да. Регулятор банков... То есть заставить банки списать кредиты должен регулятор? Нет, это должно правительство. Списываются кредиты, всегда в истории было так, приходит новый правитель, да, он списывает старые кредиты, потому что, то есть старые долги, потому что старые долги, это фундамент старого правительства, они держат свою политику, держа общество в долгах. Слушайте, а новое правительство в Латвии должно было бы, на ваш взгляд, списать банковские кредиты? Абсолютно, ну, не кредиты, а долги, да, то есть если... То есть долги населения банком? Да, потому что старые долги, как я уже говорил, да, это правительство держится на банках, да, которые держатся на старых долгах. Давайте вернемся к вашей партии, которую вы собираетесь все-таки создавать. На какую нишу рассчитываете и кому составите конкуренцию? Ну, мы рассчитываем на социал-демократическую нишу. Кто ее занимает на данный момент? Никто, потому что... Как никто, а Центр Согласия что делает? После... Вот я сейчас как раз хотел рассказать. В сентябре в Брюсселе был съезд социал-демократов Европы, да, после которого ни одна партия в Латвии больше для европейских социал-демократов не существует. То есть... Там была ЛСДСП, да, партия, долгое время. И хотела быть вот в этом Конгрессе, хотела партия Согласия, чтобы ее приняли, да. Но получилось так, что исключили и ЛСДСП и не приняли Центр Согласия, да. Почему не приняли? Остались как наблюдатели. Ну, потому что они не готовы. Я думаю, что вот, ну, это заметно, да. Ну, если партия социал-демократична, да, тогда есть такие индикаторы, да, которые она сигнализирует всему миру и сама себе. Мы социал-демократы, да. Это не хватает того, что партия говорит, или даже в названии... Хорошо, чего не хватает Центру Согласия для того, чтобы быть полноценными социал-демократами? Амбиций, да. Каких амбиций? Амбиций... А руководство Рижской думы? Нет, это недостаточно амбиций. Амбиции должны быть благосостояние всего общества. И чтобы это сделать, партия... Ну, это то, что видно, да, то, что лежит на поверхности. Эта партия всегда достаточно амбициозна, чтобы всегда, если есть возможность, выдвигать кандидатуру своего президента, выдвигать кандидатуру своего премьера и на все высшие посты, если... Так был ли Теневой кабинет министров у Центра Согласия? Вы даже министром экономики там были в этом кабинете? Теневой кабинет это очень правильно и нужно было делать. Но когда пришла реальная надобность в работе, да, и реальная надобность в кандидатуре президента или в создании правительства, да, то Центр Согласия, ну, отступила, да, и не выдвинула никак... Вы никак не можете просить Центру Согласия отсутствие максимально активной позиции при формировании правительства? Так социал-демократы делают, да, и социал-демократы не говорят, что, ну, может остаться и старый премьер, да, и может быть мы отпустим еще больше людей в государственном секторе, или может быть мы продадим еще некоторые государственные... А что же должен был делать, на ваш взгляд, Центр Согласия, если его не включили в правительство, не предложили прийти, не знаю, там, вот... Он выиграл выборы. То есть, ну, он, ну, регулярно, он выиграл выборы, да, это самая большая фракция, да, и самая большая фракция диктует свои, ну, как сказать, ну, условия. Была информация о том, что вас исключили в свое время из Центра Согласия, потому что вы за спиной руководства формировали коалицию с участием Центра Согласия, нацобъединения и СЗК? Ну, во-первых, это не за спиной руководство, да, руководство очень хорошо знало, в каждом шаге, в моем шаге. Руководство знало, что вы собираетесь создавать коалицию между Центром Согласия и нацобъединения? Не только знало, она... у нее был рапорт каждый день от меня, да, то есть она знала детально все, да. И одобряла? И одобряла, ну, как, я не каждый день спрашивал одобрения, да, но перед тем... Но вот коалицию с нацобъединением одобряла руководство Центра Согласия? Ну, в том числе, да, потому что это, ну, не коалиция с нацобъединением, но это антинеолиберальная коалиция. Но это антинеолиберальная коалиция вместе с национальным объединением? Ну да, не только, она была только маленькой частью этого, да, потому что это одна из парламентских сил, да, которая тоже растет, да, у которой есть избиратели, и почему ее не включать, да? И там есть тоже люди, с которыми можно говорить, и которые делают хорошую политику сегодня. Даже если мы делаем демографию или так далее, это очень важно для общества. Хорошо, если, допустим, вам удастся преодолеть 5% барьеры и попасть в органы власти, не знаю, в Рыжскую думу или в какую-нибудь другую думу, с кем у вас будет, скажем так, больше предрасположенности к сотрудничеству? С какими силами? Это мы сегодня не можем даже еще думать об этом, да, потому что... Ну вот какие-то красные линии у вас будут. Вот, допустим, партия реформ Задлерса тогда еще на самых ранних этапах формирования заявила о своих красных линиях относительно олигархов. Вот у вас, может быть, есть какие-то... Ну я был бы сумасшедший, если бы я это говорил. Допустим, вы попадаете в Рижскую думу или в какую-нибудь другую думу, допустим, вы формируете коалицию с тем же НАЦОбъединением или с его представителями, с какими-то отдельными частями и так далее, и так далее. Как собираетесь формировать политику относительно так называемых национальных вопросов? Ну, политика национальных вопросов — это противоположность экономической политике. Если мы смотрим на то... Но ведь и нацблок говорит о том, что Риге как раз-таки не хватает национальной идеологии. То есть по хозяйственным вопросам все нормально, а вот национальной идеологии нет. Ну да, но что мы называем национальной идеологией? Если мы говорим, что это национальное государство, да, ну, включая все общество, да, тогда мы за это. Но мы не за то, чтобы разделять нации внутри государства. Вы за то, чтобы, допустим, Рига была латышской? То, что я хотел сказать, и мне кажется, что важно, что пока в Латвии остается неконституционная часть или такая дискриминованная часть общества, да, по интернациональному праву. То есть это седьмая часть или пятая часть избирателей, да, потому что по интернациональному праву каждый... Это вы какую часть избирателей имеете в виду? Это, ну, не граждане, да, пока они остаются, да, остаются легитимные партии по этническим линиям, да, Потому что, ну, по международному праву каждый, ну, это право человека иметь гражданство, да, и это просто дискриминация или, ну, даже какой-то апартеид, да, Что группа людей не имеет этого права международного. Потому что если мы говорим, что у нас декларация независимости... ...